Врачующее слово. Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова о цикле рассказов Фёдора Александровича Абрамова «Трава-мурава». Умеем ли мы ценить самое дорогое в нашей жизни? Солнечный свет, чистую воду, свежий воздух, зелёную траву, просторы земли и неба, хлеб насущный и хлеб духовный, простое человеческое слово. Пожалуй, больше всего в наш машинный век страдает земля, безымянная трава-мурава, тонкий слой плодоносной почвы. Вместе с землёй страдают и миллионы безвестных тружеников, которых перебрасывают с насиженных мест, лишают чистой воды, чистого воздуха, тишины. А слово, простое человеческое слово, разве не затоптано, не изуродовано оно словесной шелухой, газетными штампами, пустозвонством, перебранкой, кричащим суисловием, коими переполнены печать, радио, телевидение, даже театры. Иван Бунин в стихотворении «Слово» взывал к современникам. Умейте же беречь в дне злобы и страданий наш дар бессмертный – речь. Умеем ли мы сейчас с такой же любовью относиться к слову, к нашим рекам, лугам, пашням, лесам, к нашим, еще не исчезнувшим окончательно, добрым и совестливым людям? Не к этим ли праведным чувствам любви, доброты зовет нас Федор Абрамов в своем любимом цикле коротких рассказов «Трава-мурава». Более четверти века ушло на создание этого небольшого цикла с 1955 по 1983 годы. Около двухсот коротких рассказов размером в страничку, чаще в полстраницы, а то и в четверть, треть, даже в несколько строк. А в них русская народная жизнь. Впервые трава-мурава появилась в печати в 1981 году в журнале «Север» в первом номере. В последние годы Федор Абрамов вновь и вновь обращался к этому циклу. Ему очень хотелось расширить его, издать отдельной книгой. Летом 1982 года, живя в Веркале, он написал или заново отредактировал 30 рассказов миниатюр, но издать их не успел. Сам автор утверждал, что бесхитростные, на первый взгляд, житейские историки не лишены философского подтекста. В чем же он? В каждой человеческой жизни есть свои звездные часы, когда в горе и в радости, в подвиге или повседневности открывается, проявляется что-то самое сокровенное, самое важное. То, ради чего жил и живет именно этот человек, ради чего он и умереть готов. В эти высшие минуты человек оказывается на той духовной высоте, на той вершине, с которой обозревается и осмысливается вся предстоящая или прожитая жизнь. Такие звездные мгновения, огни небес, открывает нам искусство. Такие звездные часы открывал в людях и Федор Абрамов. Есть в цикле и просто колоритные сценки, зарисовки, притчи, любование метким народным словом, юмором с комарошиной. Трава мурава составляет как бы малую энциклопедию народной жизни в ее многоцветном разнообразии. Здесь все перемешано. Радостное и горькое, смешное и трагическое, небывалое и привычное, яркое и неброское. О себе рассказывает сам народ. То печалится, то смеется и радуется, то негодует и возмущается. Быль то возвышается до сказки, то становится поучительной притчей, то оборачивается с комарошиной, столь распространенной на русском севере, то встает мудрым итогом прожитой жизни. Сам Федор Абрамов, готовя к изданию «Траву мураву», сделал в дневнике многозначительную запись. Я-то думал, все, пропала Русь, одна шушера осталась. А читая «Траву мураву», вдруг понял, жива Россия и выживет. Какие прекрасные люди населяют рассказы, ведь не выдуманы же они, их жизни взяты. Наконец, надо обратить внимание на красоту и многоцветие слова в «Траве мураве». В ней буквально золотые россыпи народного слова, которое так любил и ценил Абрамов. Он всегда восхищался меткостью, острословием народной речи и щедро вводил ее в свои рассказы. С какой простотой, незлобливостью, мудрым терпением рассказывает сам народ о своем прошлом, о военных и послевоенных решениях, муках, страданиях, бедах, о своем подвижническом труде, о нечеловеческой выносливости. И сколько при этом разнообразных интонаций, насмешливый юмор, скоморошина, горькая исповедь, покаяние или поучение, совет, недоумение, восхищение. Некоторые читатели сетовали на излишнюю краткость и публицистичность миниатюр. Но на то они и миниатюры. Они призывают читателя к соразмышлению, соучастию, сотворчеству. Особенно раздел цикла, где собраны народные речения, пословицы и авторские наблюдения итоги, сжатые до афоризма. В них спрессованная мысль, мудрость, опыт. Над каждой строкой можно долго размышлять и проверять свою жизнь, настраивая ее на высокую духовную волну. Часто в одной фразе «Итог и начало», «Загадки и мудрость бытия», Эпиграф к прожитой или предстоящей жизни, толчок к самоочищению, к строительству своей личности, своей души. Последние записи Федора Абрамова звучат, как завещание. Может быть, главное в жизни даже не то, что мы делаем, а то, как делаем. Сколько любви, души, добра, чистоты вкладываем в содеянные. Да-да, единственное, о чем надо сегодня бить в набат, будь человеком, встань во весь рост. Жить в ладу с собой, со своей совестью, не в этом ли самое большое счастье? Вкус победы Я долго, до восьми лет, хлеб победой называла. Как сейчас помню, бегаем, играем с девочешками возле нашего дома, И вдруг Санко, Санко приехал. А Санко, старший брат Маньки, моей подружки из соседнего дома, Вот мы и чесанули к Маньке. Солдат, медали во всю грудь. С каждой за руку здоровается, у каждой спрашивает, как звать, Каждую по головке гладит. А потом и говорит. Я, говорит, победу вам девки привез. Мы, малоруссия, что понимаем, вылупили на него глаза, как баран на ворота. Нам бы победу-то в брюхо запихать, вот тогда бы до нас дошло. Ну, догадался Санко, что у нас на уме. Достает из мешка буханку хлеба. Вот, говорит, девки, так победа-то выглядит. Да давай эту буханку на всех резать. Долго я после этого капризила. За стол садимся. Мама даст кусок, скатанный из моха до картошки. А я в слезы. Победы хочу. Лучшие лекарства. Антон Егорыч, великий труженик, Из тех, на ком держался колхоз, заболел. Местный фельдшер и вызванный из райбольницы врач Навыписывали старику кучу всяких лекарств. Да еще дочери из города прислали. Дедушка, спросил маленький внучек, С которым обычно Антон Егорыч коротал дома дни. А какое лекарство всех лучше? Нету его здесь. А где оно? В сарае. В сарае? Так давай я сбегаю. Не принести тебе, родимый. То лекарство работой называется. И взять его могу только я. Ну так давай, обопрись на меня, Да пойдем в сарай. Старик по первости в шутку Надоело маяться целыми днями в душной избе. Оперся на жиденькое плечико внука. Потом кое-как, не без его же помощи, Дополз до сарая. Пристроился к начатым незадолго до болезни саням. Он всю жизнь делал для колхоза сани. Кое-как взял в руки топор и начал постукивать. И вот, что вы думаете, полегчало старику. Вечером в тот же день он впервые за две недели поел. А еще через неделю и совсем поправился. Ради памяти о себе. Семьдесят пять лет. Старик. И что называется, круглый инвалид войны. Левой руки нет по локоть, На правой два пальца, Большой и указательный. Вдобавок к этому еще почти совершенно слепой И абсолютно глухой. Но что за человечище этот старик. Вырастил восемь детей. Построил дом каменный. Кажется, и этого немало. Нет, на старости лет принялся за пруд. И вот уже пять лет с весны до поздней осени Делает пруд. Вручную. Лопата, цинковая корыта с лямкой И больше ничего. Нет, еще упорство. Каждый день с раннего утра В любую погоду на стройке пруда. Откуда же черпает силы этот старик? Во-первых, силы он копит и собирает зимой. Это как копят и собирают воду в колодцах Великий пост. А во-вторых, это главное. Силу старику дает мечта. А мечта у него такая. Вырыть пруд, оставить по себе память. Секрет врачевания. В деревне живет старик, лекарь. Лечит чуть ли не по глазам. Посмотрит в глаза. Определит болезнь и дает совет. Спрашивают старика, как он научился лекарскому искусству. Отвечает. Было мне сорок лет. Болел чуть ли не всеми болезнями. Врачи не помогали. Стал сам все изучать. Книги читал. Народную, восточную медицину. Ну, и в чем секрет врачевания? А все очень просто. Можете записать на одном ноготке. Будьте чистыми в мыслях, желаниях. Будьте чистыми в поступках. Будьте чистыми в пище. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...